Привет! Меня зовут Алексей Перегудин, и мы начинаем наш курс. Сегодня я расскажу вам про двигатель постоянного тока. Двигатель, который используется абсолютно везде, начиная от простых бытовых приборов типа фена и заканчивая космическими кораблями вроде МКС. Мы начнем рассмотрение двигателя постоянного тока с четырех основных физических законов, из которых строится его математическая модель. Этими законами являются второй закон Ньютона, обобщенный закон Ома, сила ампера и закон электромагнитной индукции. Начнем с первого из них. Второй закон Ньютона, самый понятный, известный со школы закон. f равно mA. Сила равна произведению массы на ускорение. Сила измеряется в ньютонах, масса в килограммах, а ускорение в метрах в секунду квадратную. Мы можем напустить на себя более умный вид и записать второй закон Ньютона в дифференциальной форме. f равно m на v с точкой, где точка над буквой v означает производную от скорости по времени, то есть ускорение. Либо мы можем записать его как f равно m на x с двумя точками, где две точки над буквой x означают вторую производную от координаты по времени, то есть опять же ускорение. Однако для наших целей второй закон Ньютона должен быть записан для вращательного движения. m равно j на α, где m это вращающий момент, который измеряется в ньютонах, умноженных на метр. j это момент инерции, измеряется в килограммах, умноженных на метр квадратный. Это аналог массы для вращательного движения. А α это ускорение, но уже не линейное ускорение, а угловое, и измеряется оно в радианах в секунду квадратную. В дифференциальной форме закон можно представить как m равно j на ω с точкой, где ω с точкой это производная от угловой скорости по времени, либо m равно j на θ с двумя точками, где θ это угол поворота двигателя, а θ с двумя точками опять же угловое ускорение. Для двигателя постоянного тока этот закон важен, потому что он описывает связь между силой, действующей на ротор, и тем, как ротор разгоняется в ответ на эту силу. m это вращающий момент, который раскручивает ротор, j это его момент инерции, и ω с точкой угловое ускорение ротора двигателя. Второй закон, который нам будет нужен, это обобщенный закон Ома. Обычный закон Ома для участка цепи i равно u делить на r известен нам со школы. Однако он верен только в простейшем случае, когда отсутствуют дополнительные электродвижущие силы, действующие на проводник с током. Если мы рассмотрим более сложную ситуацию, например, круговой проводник, рядом с которым движется магнит, то в этой ситуации обычный закон Ома уже будет неприменим, потому что напряжение между точкой кругового проводника и этой же точкой спустя мысленный оборот равно нулю. Однако при движении магнитного поля ток будет возникать. Почему это так? Потому что в этой ситуации обычный закон Ома неприменим, а применим обобщенный закон Ома i равно ε делить на r, где ε это электродвижущая сила, индуцированная переменным магнитным полем в проводнике. В нашем случае проводник с током будет сочетать в себе свойства как прямого, так и кругового проводников, потому что он представляет из себя катушку индуктивности. Таким образом, закон Ома должен быть записан в самой общей форме. i равно u плюс ε делить на r. i это сила тока, возникающая в обмотке ротора. u это подведенное нами напряжение. ε это дополнительная электродвижущая сила, индуцированная переменными магнитными полями вокруг проводника. и r это сопротивление обмотки ротора. Третий закон, который понадобится нам для построения математической модели двигателя постоянного тока, это сила ампера. Простыми словами, чем больше сила тока, текущая в роторе, тем более сильным магнитом в этот момент ротор является. И значит, он сильно хочет повернуться в соответствии с полем статора. Говоря математическим языком, сила тока пропорциональна вращающему моменту, действующему на ротор. Здесь КМ это некоторый коэффициент пропорциональности, который зависит от конструкции ротора, от материала, из которого он сделан. Для нас он не представляет большого значения. Что важно, так это форма закона. Чем больше сила тока, тем больше вращающий момент. Четвертый закон, последний, который нужен нам для построения математической модели. Это закон электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции гласит, что ЭДС, возникающая в контуре, прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока, проходящего через контур. В нашем случае магнитный поток будет меняться при вращении двигателя. А значит, чем быстрее двигатель вращается, тем больше возникающая ЭДС. Математически мы можем это записать, как эпсилон равно КЕ на омега и поставить знак минус по правилу Ленца. Омега — угловая скорость двигателя, эпсилон — возникающая ЭДС. Согласно этому закону, они прямо пропорциональны друг другу. Теперь, когда у нас есть четыре физические формулы, мы можем свести их к одной, которая и будет являться математической моделью двигателя постоянного тока. Для этого приравняем правые части первой и второй формул. Получится J омега с точкой равно КМ на И. И подставим выражение для ЭДС индукции из четвертой формулы в третью, получив таким образом выражение И равно У минус КЕ на омега делить на Р. Теперь из правой формулы подставим выражение для силы тока в левую формулу. И мы получили одну общую формулу. J омега с точкой равно КМ на У минус КЕ омега делить на Р. Немножко перетасуем слагаемые, чтобы привести это выражение к каноническому виду. И вот уже перед нами математическая модель двигателя постоянного тока. В этой математической модели почти все величины являются константами. КМ, КЕ, Джей, Р. Все они зависят от конструктивных особенностей двигателя. От его массы, от сопротивления проводов, магнитной проницаемости и других свойств. Но некоторые величины, переменные, U, напряжение, которое мы подаем на двигатель, может меняться, если мы этого захотим. Омега, угловая скорость, и омега с точкой угловое ускорение также зависят от времени, но уже не в соответствии с нашим желанием, а согласно приведенной на экране формуле. Наконец, мы можем ввести еще одну константу, которая комбинирует в себе все константы двигателя и показывает нам то, быстро или медленно двигатель будет разгоняться. Постоянное времени, ТМ, равное J умножить на R делить на КМ, КЕ. Эта величина имеет размерность времени, измеряется в секундах и характеризует время разгона двигателя, хотя и не равна ему. Итак, мы получили математическую модель двигателя постоянного тока. Стартовав с четырех простых физических законов, мы пришли к одному дифференциальному уравнению, которое описывает все двигатели постоянного тока в мире. Осталось только определить константы, чтобы получить численные значения, входящих в это уравнение величин. И это будет сделано в следующих уроках. Продолжение следует...